Структурная структура, установленная на опорах, подвижной состав на стальных колесах, инфраструктура транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, даже этот короткий ролик, который в принципе 200-200 минут, дает представление, что из себя представляет данная технология. И чем она отличается от тех транспортных систем. Мы в первую очередь, говоря о трудных технологиях, говорим в первую очередь о транспорте. Чем она отличается от автомобильной транспортной системы, железнодорожной, причем неважно какой грузовой, пассажирской, высокоскоростной, железной дороги, водного транспорта и воздушного транспорта. То есть четыре системы мы сегодня с вами используем. У всех из них есть свои какие-то преимущества, но есть большое количество недостатков. Наверное, ключевым моментом, на который стоит обратить внимание по сравнению с теми технологиями, которые я сейчас назвал, технология транспорта отличается тем, что фактически можно применять любую погоду, то есть так называемая всепогодность данной технологии преимущества, и всерельефность практически. Ну, нельзя, наверное, строить там, где острые пятигор, но тем не менее, с большим уклоном можно строить дороги, вот, и в холмистой местности, скажем так. Данные дороги, нам вы слышали в ролике, позволят дойти за тех мест, которые сегодня считаются труднодоступными, либо недоступными вообще. Огромное количество, вы знаете, минеральных ресурсов планеты находится в тех местах, куда транспортные системы сегодняшние, которые мы владеем, не позволяют добраться. Соответственно, взять их для того, чтобы, скажем так, использовать в целях улучшения благосостояния, скажем так, людей, мы сегодня не можем. Данная технология нам может это позволить. При этом, вы слышали, да, что она экологически чистая, что она не приносит ряда окружающей среде, вот, она достаточно комфортна для людей. И важно, наверное, стоит отметить то, что перемещение людей, например, по дорогам, построенной по технологии Демитского, будет стоить для них значительно дешевле, чем то, что мы сегодня имеем с вами в транспорте, как городском, как междугородном, железнодорожном, авиационном и так далее. Мы бы все, вы сами с удовольствием, наверное, перемещались по этой планете, встречались с родными и близкими в других городах, если все-таки билеты были подешевле, да, и транспорт был бы немножко более скоростным. Вот. То есть, предполагаемая скорость данного транспорта, если мы будем говорить непосредственно о технологии SkyWay, для городского сегмента, это от 50 до 150 км в час, для грузового до 120 км в сравнении, например, перемещение груза с учетом подрузки и разгрузки по российским железным дорогам, 9 км в час, даже менее уже, наверное. Далее. И высокоскоростной междугородний SkyWay. Какие-то ролик смотрели сейчас о том, что рассказывал технологию Веницкого на белорусском канале «Беларусь-1» в телевизионном центральном канале, да, то есть обычно мы говорили до 500 км в час, сейчас речь уже идет о том, что, скажем так, технология совершенствуется в процессе доработки, вплоть до 600 км в час будет скорость, скажем так, высокоскоростного SkyWay. Основные преимущества, которые есть у технологии, они были показаны в ролике и, в принципе, перечислены на данном плане. Это низкая себестоимость строительства, оказание транспортной услуги, то есть не нужно будет тратить, скажем так, огромное количество денег в поддержании данной инфраструктуры в рабочеспособном состоянии, как это делается для железных дорог, автомобильного транспорта. Раз в полтора-два года их ремонтируют, перекладывают дороги, тратят там миллиарды рублей, если говорить о России. Здесь единожды построенный эстакадом может служить порядка 100 лет, это является генеральной конструктором. Требуется минимальный землеотвод, то есть для того, чтобы строить данную дорогу, в сотни раз меньше землеотвод, чем для автомобильных дорог. Высокий уровень автоматизации, высокий уровень безопасности, потому что и каждое транспортное средство будет снабжено противоосходным устройством, запас точности путевой структуры от 10 до 100 крат по отношению к тем нагрузкам, которые она будет нести при перемещении транспортных средств. Что бы еще хотелось отметить, то что транспортные потоки в итоге будут разведены людские. Мы с вами легко, спокойно сможем гулять по земле, по улицам, городов и не опасаясь за то, что нас кто-то собьет, переедет там и так далее. Что, в принципе, Андрей Анатолий Эдуардович, за ближайшие 100 лет, при введении данной технологии, скажем так, строительстве большого количества дорог по технологии и никого, мы можем сохранить порядка 100 миллионов человеческих жизней. А это существенно, я считаю. И в десятки раз большее количество людей не станут инвалидами, не получат какие-то травмы, тех аварий, которые случаются у нас каждый год. Ну, каждый день какой-то в стране видны люди, автомобильные катастрофы. Можно использовать изобновляемые источники энергии, отсутствие вредных воздействий, как я вам сказал, на экологию, на людей, которые будут перемещаться в транспортных средствах по технологии Skyway, которые будут ездить либо в городах, либо между городами. Это низкий уровень шума, низкий уровень вибрации, многое что еще. Конечно же, это экономия времени и экономия затрат, уменьшение срока окупаемости, скажем так, строительства дорог по сравнению с тем, что мы имеем на сегодняшний день. В среднем, как заявлялось ранее, километр дороги по технологии Skyway может стоить от миллиона до трех, при сложных каких-то условиях, немного более, за километр. Если мы посмотрим, сколько денег тратится на строительство километра железной дороги, либо автомобильной дороги, значительно больше. Итак, коллеги, раньше мы, скажем так, проводя вебинары по возможностям, которые предоставляет компания Skyway Technical, долго завесали на этом слайде и рассказывали, что было тогда-то, как долго, скажем так, внедряются технологии. Я уже сказал, 39 лет, хотя, в принципе, для транспортной технологии это совсем немного, потому что существует в мире большое количество технологий, которые мы используем в транспортной сфере, внедрение которых требует гораздо больше. Условно, историю развития струнного транспорта можно разбить на четыре части. Это этапы по середине, скажем так, 90-х годов, с момента подачи первой заявки на изобретение. Потом это 90-е годы до 2000-х, потом до 2009-го года и с 2010-го года по сегодняшний день. За это время был проделан большой объем работы, то есть это и были поданы на первом этапе первые заявки на изобретение и первые научно-практические конференции в Белоруссии в городе Гомеле по ракетному освоению космоса. Это был выделен первый грант в то время, да, на первом этапе на Советского фонда мира на внедрение и разработку данной технологии. Признание Федерации космонавтов в СССР. На втором этапе, когда у Анатолия Даровича Ленинского была научная школа в Санкт-Петербурге, было проведено большое количество испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее опекаемой формы подвижному составу будущего. Действующие модели были продемонстрированы различного масштаба. ООН именно в это время выделила первый грант на развитие технологий и в документальном, скажем так, наверное, формате на тот момент была отработана технология первого поколения. Важным этапом был третий, когда в подмосковном городе Озера Анатолий Даровича Ленинского был свой испытательный участок, крестовый полигон, там порядка 170 метров, скажем так, стрела, вы видите, да, то есть эстакада металлическая, внутри которой, скажем так, закачан бетон, модифицированный, натянутые струны. И 12 тонн из U-131 сбирался, скажем так, по этим струнным рельсам. В это время было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик. Технология была продемонстрирована миру, да, то есть именно в это время, скажем так, в большом количестве, средств массовой информации рассказывалось о том, что российский, там, и советский еще с тех пор, да, инженер Анатолий Юницкий разработал налоги транспорта, транспорт, скажем так, будущего, тогда о нем говорили, вот, который является и более экономичным, и более безопасным, и экологически чистым, и много, скажем так, преимуществ мы с вами уже на данном вебинаре озвучили. На третьем этапе развития технологий большое количество комиссий, целого ряда государственных структур, имеющих отношение к налоге, технике и транспорту, посещали полигон, давали свои экспертные оценки и заключения. Целый ряд международных делегаций посещали данный полигон, да, и видели, что из себя представляет транспорт будущего, скажем так, и, по сути дела, есть целый ряд стран, где ждут реализации данного проекта, где они еще раз могут увидеть, что из себя представляет странный транспорт на сегодняшний день. Сегодня это называется скайфер. В это же время были подписаны государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации, то есть дошло до этого. Транспорт был продемонстрирован президенту Дмитрию Медведеву, на тот момент, да, губернатор Ульяновской области рассказал, что из себя представляет технологию, и предложил внести в проект решение заседания Госсовета при президенте Российской Федерации, где присутствуют все губернаторы и министры поисковых министерств, касаемых транспортов, в суду развития данного транспорта на территории Российской Федерации. Вроде бы все хорошо, был получен второй грант организации Огненных наций. И после мероприятия даже было распоряжение Минтрансу выделить, изыскать порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии, но, к сожалению, все пошло в обратную сторону. В течение недели после Госсовета полигонах в подмосковном городе Овера не стал. Вы можете на сайте, про котором я уже сказал, www.indiski.com, найти большое количество фотографий, которые как раз были сделаны на момент проведения испытания, увидеть людей, которые приложили активное участие к тому, чтобы данный полигон был построен. Ну, в первую очередь, это Александр Лидович, который был на то время губернатором Красноярского края. Я думаю, многие из вас этого человека помнят и знали. К сожалению, его сейчас с нами нет. Но полигон разобрали. Но он сыграл свою роль, потому что, как я вам сказал, целый ряд государственных структур давали свои экспертные оценки, то есть заключения по технологии, почему он перспективно ее использовать, ее основные отличия и преимущества, касаемые другими транспортными технологиями, которые сегодня мы работаем. И вот мы сегодня находимся на четвертом этапе. На четвертом этапе, на котором вначале еще Анатолий Дардович Уницкий вместе со своими соратниками пытался проводить переговоры с людьми мира бизнеса, с людьми, скажем так, относящимися к административному ресурсу целого ряда стран, с целью финансирования строительства еще раз одного тестового участка, на котором можно продемонстрировать все возможности транспортных SkyWay. К сожалению, все эти переговоры, как говорит Анатолий Дардович, заходили в тупик. И было принято решение в 2013 году оценить интеллектуальную собственность Анатолий Дардович Уницкого. И независимые европейские компании, агентства, у которых есть на это лицензия, оценируют технологию с ее нау-хау со всем тем, что Уницкий проделал на тот момент 400 миллиардов долларов США. То есть, если, как говорят инженеры и низкие, что это все есть так вот на самом деле, соответственно, стоимость данной технологии порядка 400 с лишним миллиардов долларов США. На основании интеллектуальной собственности зарегистрировали компанию Великобритании. И было принято решение обратиться к целью привлечения инвестиций и финансирования строительства, тестового участка, на котором можно будет произвести демонстрационные работы и сертификационные работы с целью выхода на мировой транспортный рынок, к обычным людям, которые проживают практически на территории всего земного шага. Таким людям, как мы с вами. И предложить им на выгодных условиях стать совладельцами вот этой пока еще интеллектуальной собственности. То есть, какое-то количество долей компании Анатолий Дарвич Уницкий отдает любому человеку, кто готов проинвестировать в наш право. У нас есть пакеты долей, с которыми мы с вами еще познакомимся буквально через несколько минут. И данная возможность предоставляет, как я сказал, практически любому гражданину, проживающему в любой стране мира. У компании отработан план четкий, да, с 2014 по 2017 год внедрением данной технологии. Прописаны работы, которые необходимо проделать и профинансировать, да, с целью, скажем так, демонстрации, сертификации данного вида транспорта. И те люди, которые становятся совладельцами какого-либо пакета долей компании, они, по сути дела, в момент выведения технологии на мировой транспортный рынок и выхода, скажем так, долями этой компании, на мировой рынок инвестиций, либо рынок финансов, у них, получается, образуется очень серьезный доход. Да, потому что деньги, которые инвестируются сегодня, приумножаются в разы. И как я говорю, мы сегодня находимся на четвертом этапе реализации технологии. В принципе, я думаю, две минуты ролик, который я хотел бы вам сейчас продемонстрировать, все то, что я сказал, то, что было, технология уже была продемонстрирована миру, то, что в новостях, на центральных каналах телевидения, на региональных телевизионных каналах были тематические передачи, то есть технология миру известна. Я вам сейчас включу ролик про полигон в подмосковном городе Озеры, потом мы с вами увидим список структур, небольшой перечень, да, государственных структур, которые давали заключение, более подробно вы можете найти непосредственно на сайте, у нас на сайте, на сайте Винницкого. Итак, две минуты ролик про полигон в подмосковном городе Озеры, и дальше мы с вами будем говорить уже все ближе, подходить к тому, что есть сейчас, и проделано, что, да, с 2014 года, с января 2014 года, с конца, были привлечены первые инвестиции. И вот с того момента мы проделали уже большой объем работы, нам есть с чем похвастать, как мы говорим, да. На тот момент проект был очень высоко рискованный, венчурный, самое что на есть, потому что, ну, нечего было людям показать, об этом часто вспоминают. Сибиряков на своих фебинарах, да, где говорит, что вот я 16 лет с Винницким, у нас было и много чего показать, полигон потом не стал его, а сейчас нам есть чем гордиться. Готов, прием! В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес, живут на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная трансмиссия система, это очень медленность система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации, 20-метровой высоты, он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов, в масштабе 1-15, 1-10 и 1-5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствуют полноразмерным изделиям и позволяют моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, как я говорил, ролик продемонстрировал именно то время, когда был полигон в подмосковном городе Озера. Кстати, в это же время, когда был полигон, то есть Анатолий Эдуардович Юницкий принимал участие в большом количестве различных форумов, выставках, ярмарках, посвященных науке, технике транспорта в первую очередь. И было получено большое количество дипломов, золотых медалей, наград. Например, две премии «Золотая колесница» в номинации проект года «Транспортного отраска». Одна из них находится прямо напротив меня, я вижу каждый день, выглядывая, скажем так, из своего кабинета. На данном слайде вы видите перечень структур, которые давали свои заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озера по перспективности использования струнного транспорта на территории Российской Федерации. В первую очередь, это и Российская инженерная академия, Петербургский госуниверситет, такие сообщения, Институт проблем транспорта, Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики и транспорта. То есть структур таких достаточно было много, вы можете зайти на сайт еще раз посмотреть. Что еще хотелось бы сказать? То есть это то, что было. Это, как я вам сказал, в принципе, включительно до 2014 года, до момента, когда были привлечены первые инвестиции, когда первые люди появились, ставшие совладельцами технологии разработанного Анатолия Дарача Ленинская. И 2014 год он стал еще, наверное, ключевым. Один из моментов важных, то, что в мае месяце 2014 года стало действовать наше научно-техническое предприятие на территории Республики Беларусь. Где сегодня происходит, скажем так, основное движение, касаемо внедрения данной технологии, демонстрации, сертификации и так далее. 2015 год. Я буквально кратко по 2015 году, то есть он стал ключевым, переломным, потому что именно в 2015 году определились, скажем так, в начале 2015 года с участком местности в Республике Беларусь, за который принято было решение бороться. В феврале месяце 2015 года начала свою деятельность компания Skyway Capital, презентация которой сейчас у нас с вами проходит. Далее. Были переговоры с различными, скажем так, партнерами, в целом ряде государств. Это была Колумбия. Очень, скажем, действенные переговоры были на территории Минных Арабских Эмиратов. Два раунда прошло переговоров о взаимодействии с арабской стороной. То есть там в планах может быть активное сотрудничество вплоть до того, что арабская сторона готова в будущем длить до 100 миллионов долларов совместный проект. Было предложено специалистам нашей компании, скажем так, несколько моделей строительства линейных городов на территории Эмирата, Абу-Даби. И, в принципе, это пока стоит на запасном пути, но, тем не менее, эта деятельность может быть продолжена. Далее, в июне месяце было принято решение на аукционе, как это принято в Республике Беларусь, что да, участок местности площадью почти 36 гектар отдается в долгосрочную аренду предприятию струнной технологии. И в конце июня 29-го числа была сделана запись о том государственном регистре Республики Беларусь, едином государственном регистре недвижимого имущества, что данный участок местности подлежит компании струнной технологии. И вот на этом участке началась разработка и строительство эко-технопарка, как мы это сегодня называем. Кстати, те люди, которые немножко раньше пришли на наш вебинар, видели перед ним ролик и про госсовет, где Мильведев сказал, что найдете деньги, мы развиваете данную технологию. И про то, как на канале Беларусь-1 буквально полтора месяца назад подробно рассказывалось о том, что в городе Марина-Горка в Пухвижском районе, в Минске области, строится тестовый участок транспорта будущего, который уже в конце этого года будет продемонстрирован. Далее, в 2015 году, в сентябре, первый раз территорика технопарка нашего научно-производственного предприятия посетила делегацию из Австралии, которую возглавлял экс-министр транспорта Южной Австалии Ротхук, человек, который реализовал на территории австралийского континента несколько инфраструктурных проектов на сумму свыше 10 миллиардов долларов США. Человек, который к транспорту, скажем так, относится не понаслышке, а который реализовывал целый ряд проектов о транспортном отрасли в том числе. Далее, в сентябре же был получен так называемый международный код ценной бумаги i-SIM. Это процедура, которую проходят все публичные кампании, акции которых сегодня котируются на крупных международных биржах. В октябре месяце состоялась международная конференция наших партнеров. Была осуществлена первая выставка деревьев на территории Эко-технопарка. У нас была акция, пакеты акционные, которые люди приобретали, ну, наверное, с целью вековечить свои имя на территории первого Эко-технопарка дорог Skyway. Была осуществлена закладка нулевого километра. Это было 18 октября. И очень важный момент, на который хотелось бы обратить внимание. В ноябре месяце, в конце, группа компаний Skyway предложила своим инвесторам новый инвестиционный продукт, возможность приобретения пакетов долей компании в рассрочку. Это выгодно инвесторам, потому что они могут инвестирование значительно ежемесячно в денежные средства получить на выходе большой пакет долей компании. Это выгодно компании, потому что наперед можно планировать, скажем так, какие-то работы, видя, какие деньги к нам придут в ближайшие 8, 9, 10 месяцев. Все это было в 15-м году. 16-й год у нас ознаменовался тем, что история с Дмитрием Медведевым была продолжена. То есть, она, когда даже Чирницкий написал письмо премьеру Российской Федерации, в котором поблагодарил его за то, что тот обратил внимание на технологию в 2009 году и написал, что ответ на вопрос, который там прозвучал, найдете инвестиции, пожалуйста, в реализовании технологии, мы, в принципе, ответ нашли. И сегодня у нас идет активное строительство в Белаяуси трех сегментов транспортного рынка городского высокоскоростного, который будет строить в 2017 году, и грузового транспорта, и пригласил Дмитрия Медведева в конце этого года посетить этот технопарк с целью посмотреть, что у нас сделано и что проделано. Важным ключевым событием этого года вначале стало заключение экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации и признание технологии, разработанной МИСКИ, инновационной. Вы видите, скажем так, скрины этого документа, это, скажем, вы можете найти на сайте. Вы можете найти информацию, в принципе, этого протокола непосредственно на сайте Минтранса. Ссылку вы тоже можете найти на наших сайтах. Далее. Заседание комиссии того же экспертного совета в марте месяце, Минтранса Российской Федерации, признало данную технологию перспективной и было дано поручение комитету по импортозамещающим технологиям, которые существуют в Минтрансе, взаимодействовать с компанией струнной технологии, которая руководит Анатолий Бородич Митский с целью дальнейшего, скажем так, возможности разобраться подробно, что из себя представляют технологии и дальнейшего совместного планирования ее применения на территории Российской Федерации. Для нас это очень важно, потому что до сих пор еще появляются, скажем так, публикации, в которых рассказывают, что мы занимаемся неизвестно чем. Но поймите правильно, какую-то финансовую пирамиду, либо хайфовский проект, назвать инновационной перспективной технологией, которая может быть применена на территории Российской Федерации, я думаю, уже язык не повернется. Хотя у некоторых людей поворачивается, но неверующие фомы, они ведь всегда. И даже когда первый юнибус будет ехать у нас на территорию Экотехнопарка, либо будет построена даже первая дорога, где люди уже будут ездить, либо какую-то грузовую, например, дорогу построены, где будет перевозиться какое-то количество грузов, неважно, сыпучие, там, контейнеровозы, либо жидкие грузы, да, человек все равно может сказать, что я в этом юзю. Ключевым событием, которое состоится уже через 12 дней, станет мероприятие, которое будет проходить в Евросоюзе, в Берлине. Это раз в два года проводится транспортный форум под названием «Инотранс». Там будет порядка 2900 компаний, которые будут выставляться на этом мероприятии. И приглашение на данное мероприятие пришло из Евросоюза в предприятие струнной технологии непосредственно Анатолию Даровичу Юницкому. В категории «Транспортные инновации» будет представлена технология, разработанная Анатолия Даровича. Он принял решение продемонстрировать полномасштабную действующую модель юнибайка и юнибуса, да, 14-местного городского юнибуса, который прямиком с данного мероприятия направится на территорию Котехнопарка, где будет возведена, скажем так, уже путевая структура, и будет демонстрироваться в этом году действующая городская трасса «Скайвэк». В планах компания на этот год продемонстрировать действующую трассу городского транспорта, юнибайки, так называемая облегченная трасса, да, которая будет тоже представлена на территории Котехнопарка. К концу года планируется завершить строительство грузовой трассы «Скайвэк», которая сейчас активно ведется, то есть тоже анкерные опоры возведены и так далее, да, там промежуточные устанавливаются. В ближайшее время, скажем так, приступят к установке ферм, натяжению струй в них и так далее, и так далее. То есть это то, что планируется сделать в 2016 году. И в 2017 году планируется удлинить участок городской трассы на 15 километров, чтобы продемонстрировать возможности высокоскоростного «Скайвэк». В этом году у нас прошло уже крупное мероприятие на территории Республики Беларусь. Это был эко-фестиваль в апреле месяце, на котором было более 700 наших инвесторов, более чем из 200 стран мира. Была международная конференция, на которой люди смогли познакомиться лично с Натурой Гардачем, пообщаться с специалистами, сотрудники наших конструкторских бюро. То есть прошло все очень живо и интересно, скажем так, и большое количество людей, которые лично убедились в том, что проделан на территории Кэтихнопарка, первый день был именно там, разъехались по своим городам и странам, еще более уверены в том, что данная технология внедряется, что и деньги, скажем так, про инвестирование тогда-то, они пошли на реализацию данной технологии, не хранятся где-то на счетах промежуточных и прочее. Все больше и больше информации о технологии Skyway, о струнном транспорте появляется в средствах массовой информации. Это и интернет-издания, обычные издания, да, в виде газет-журналов, это различные сайты, которые имеют отношение к транспортной отрасли, это телевизионные каналы и радиостанции, это и радиостанции Эхо Москвы, целый ряд радиостанций в Австралии, потому что, я вот еще добавлю, в 16-м году в день и месяц состоялся приезд рода Хука еще, скажем так, специалистами из Австралии в посещении нашего конструкторского бюро, они еще раз посмотрели, что было проделано с сентября по этот момент, было открыто предприятие наше, да, то есть Skyway Австралия, которым руководит род Хука, и сегодня он активное участие принимает в популяризации проекта струнного транспорта на территории австралийского континента, новости оттуда приходят периодически, и, как было заявлено, где-то 2-3 недели назад, что к концу 16-го года начнется строительство опытных трасс на территории австралийского континента, и планируется там в 17-м или 17-м году строить дорогу, небольшой участок от станции до корпусов университетов Линдерс в Южной Австралии, то есть это был первый проект, который планировали сделать. Дальше проходят международные конференции в целом ряде стран, в июне месяце был подписан договор о взаимодействии со Словакским техническим университетом, который в первую очередь направлен на то, что данная структура будет заниматься поиском и созданием адресных проектов на территории Центральной Европы и Словакии в частности. Буквально через неделю после данного мероприятия на Словакском телевидении было обсуждение возможного строительства дороги по технологии SkyWay в Словакском городе Дмитро. И, скажем, на эти адресные проекты появляются как грибы. Прошло в июле месяце заседание выездной Государственной Думы Российской Федерации в привязке к тематике транспорта на территории Крыма. То есть это было в Симферополе. Представитель нашей компании тоже сделал доклад и предложил целый ряд инфраструктурных и транспортных решений для той территории. У нас есть структурные подразделения, которые сегодня непосредственно занимаются, скажем так, созданием либо формированием будущих адресных проектов. А вообще этих проектов на сегодняшний день уже предполагаемых. в смысле 50-х, то есть задача продемонстрировать, что из себя представляет транспорт, провести его сертификацию, дальше начать строительство дорог. Это то, что можно сказать о технологии. Теперь перейдем непосредственно к предложению компании SkyWay Capital. В принципе, что из себя представляет компания? Мы являемся партнерами группы компании SkyWay, и наша задача привлекать инвестиции. Зарегистрирована она была в 2014 году в конце на территории Великобритании. Скопировав данный код или записав его сейчас, вы можете зайти на сайт официального регистратора, и посмотреть информацию о компании SkyWay Invest Group. Ее полное название такое. По сути дела своей деятельностью, при увеличении инвестиций, мы способствуем финансированию строительства транспорта, разработанного по технологии единицкого, введению его на мировой транспортный рынок. И базу, которую мы взяли, либо платформу, на которой мы работаем сегодня, это краудинвестинг, это народное инвестирование, то есть при увеличении денежных средств частных инвесторов, а у людей возникает возможность в дальнейшем получать прибыль в виде перепродажи пакетов долей компании, например, когда мы выйдем на мировой рынок. Предполагаемая цена при выходе в 2017 году на мировой инвестиционный рынок, предполагаемая, я могу сказать, 1 доллар США. Сегодня вы приобретаете, скажем так, эти акции, точнее пакеты долей компании за несколько центов, либо несколько десятков долей цен. У нас сегодня увеличение доходности по пакетам идет от 36 до 350 раз. Итак, опыт переняли у компании Рослой Систем. Задача это выведение транспорта на мировой рынок, то есть все, что мы делаем, это привлекаем инвестиции, передаем денежные средства в Белоруссию, они будут сразу на строительство этого технопарка, на, скажем так, заказ на целом ряде предприятий, узлов, агрегатов, необходимые конструкции, которые будут переведены в этот технопарк, все это идет сразу в дело. Задача, которую мы перед собой ставим, это привлечение максимального количества инвесторов в разных странах мира на основе микрофинансирования. Сегодня, скажем так, любой человек может стать совладельцами минимального пакета долей компании, куда входит 500 с лишним акций нашей компании, за сумму 15 долларов США. Каждый последующий пакет, мы с вами посмотрим, прояснись, он стоит дороже, у него уровень доходности больше. Диском, так называемый, да, это, как я говорю, уровень доходности, то есть вы можете увидеть, во сколько раз ваши инвестиции приумножатся, предполагаемые к концу 2017 года. Мы сегодня находимся на восьмом этапе развития, на седьмом этапе развития технологии. Возможно, после мероприятия, которое пройдет в Берлине, мы перейдем на восьмой этап. Я не берусь сейчас утверждать, это решение принимаю не я. Оно принимается, кстати, по результату выполнения работ, которые необходимо проделать на седьмом этапе. То есть сумма инвестиций, которую мы привлекли, да, хватило ли их на финансирование этих работ. Задача же компании Skyway еще, это создание благоприятных условий для каждого отдельно взятого инвестора. И, конечно же, обеспечение наших инвесторов всей информацией о развитии проекта, о развитии технологии, о развитии компании. То есть, в принципе, мы каждому нашему инвестору предоставляем информацию обо всем, что происходит в нашем проекте. Посредством рассылок на электронные адреса, которые вы указываете при регистрации, посредством звонков менеджеров отдела информационной поддержки, посредством ответов на ваши вопросы, если таковые возникают, вы можете кликнуть на панельку и обратиться со своими вопросами в службу технической поддержки, которая у нас сегодня уже работает 24 часа в сутки, каждый день в году. Итак, друзья, что мы сегодня можем предложить? Мы говорим о инвестициях. Инвестиции, скажем так, в принципе, это то, что может сделать любой человек, потому что, как я сказал, микрофинансирование. Наши инвестиции, которые в наш проект вы можете сделать, по сути дела, ранее подобные вещи были доступны людям из категории миллионеров, миллиардеров, мультимиллионеров. То есть, те люди, которые распознавали на начальном этапе, скажем так, перспективные компании с идеями, которые в дальнейшем могут быть использованы, повседневной жизни, приносить пользу людям. То есть, эти люди инвестировали денежные средства, компании росли, выходили на копировку на биржах, и они получали основные, как мы говорим, пенки, основной доход, прибыль, становились еще богаче. Сегодня любой человек может стать владельцами пакетов долей компании с той гостью 15 долларов, как я вам сказал. Минимальный пакет стоит таких денег. И ваши деньги к концу 17-го года, по предполагаемому нашему, скажем так, и все будет развиваться так, как мы планируем, приумножить по 36 раз. То есть, на выходе вы получаете за минимальный пакет 540 акций нашей компании. То есть, как я говорил, больший пакет по стоимости имеет больший уровень доходности. То есть, например, пакет стоимостью 200 долларов, да, уже приумножается в 100 раз. Соответственно, на выходе вы будете получать 20 тысяч акций нашей компании. Я введу пакет, который, скажем, стоит 1000 долларов, потому что для сравнения он мне понадобится. Сегодня, инвестируя, скажем так, эту сумму, вы на выходе получаете 180 тысяч акций нашей компании. Далее максимальный пакет, который можно приобрести в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, стоит 150 тысяч долларов. Здесь вы видите там больше десятка пакетов разного номинала. То есть, они рассчитаны, в принципе, на разные возможности людей. Никто не заставляет никого там брать какие-то сумасшедшие кредиты, тратить последние деньги и так далее. Если вы имеете на сегодняшний день возможность только, скажем, приобрести акции на 15 долларов, не беда. То есть, посредством тех возможностей, которые у нас еще есть, вы можете стать и крупным акционером нашей компании, при этом не затрачивая каких-то больших денег. Сейчас мы об этом с вами поговорим. Итак, это стандартный процесс. У нас есть пакеты номиналом от 15 до 150 тысяч долларов США. По своим уровнем доходности, от 36 до 350 тысяч раз. Далее у нас есть пакеты, которые мы называем акционами. То есть, у нас мероприятие «Инотранс» должно состояться с 20 по 23 число в Берлине. Именно к этому мероприятию в июне был создан пакет под названием «Инотранс». То есть, если вы приобретали пакет стоимостью тысячи долларов в разделе «Инвестировать» нашего прайсиста, желтым фоном выделен здесь, соответственно, вам начислялось не 180 тысяч акций, как я вам показывал в стандартном прайсисте, а 235 тысяч акций. Если вы в течение месяца после покупки первого пакета покупали второй, то вам добавлялось 270 тысяч акций. Если вы еще в течение месяца не позднее покупали третий, то еще 290. И четвертый еще 300. То есть, это вот все движение, скажем так, по схеме «Инотранса», потому что за 4 месяца, я вам сказал, и так далее. Но те люди, которые могли приобрести 4 раза пакет по 1000 долларов, и они могли это сделать и за один день. То есть, купили один пакет, потом второй, третий, четвертый. Сегодня у нас еще эти пакеты действуют. Мероприятие состоится 20-го числа. Поэтому время сжалок для тех, кто хочет стать инвестором на сумму порядка 4 тысяч рублей, более миллиона акций нашей компании. Это возможность сохранять. Далее. У нас есть пакеты, которые были введены пару месяцев назад. В первую очередь для людей, которые проживают в странах Центральной, Восточной Европы, Западной Европы. То есть, в тех странах, где уровень дохода, скажем так, намного приличнее, чем в странах СНГ. Это пакеты номиналом от 5 тысяч долларов до 50 тысяч долларов. У них хороший дисконт. А 280 раз увеличение в месяц до 335. Помните, да, он говорил, что пакет 150 тысяч долларов, который стоит, но доход дисконт 350 раз. Здесь 335. Помимо того, любой инвестор, который приобретает данные пакеты, разовая оплата, у него есть возможность приехать и высадить свое именное дерево. А в 10 тысяч долларов дерево эксклюзивной породы, редкой породы на территории Экотехнопарка. Для тех людей, которые увидели, помимо возможности стать инвестором в нашем проекте и получать доходы в будущем в виде дивидендов, например, от прибыли в целом ряде проектов, где будут строиться дороги, и увидели возможность получения дохода сегодня по партнерской программе, о которой я два слова скажу чуть позже, у него есть возможность заработанные деньги на бонусный счет от товарооборота, который он создал, реализовать вот на эти 4 пакета, которые имеют очень выгодный дисконт. Стоимость этих пакетов 250, 400, 1000 и 1800 долларов. То есть деньги можно сюда реализовать, только те, которые вы заработали по партнерской программе. То есть помогали нам привлекать инвестор. Далее у нас есть пакет акций, которым можно приобретать в рассрочку. Помните, я говорю, что с конца ноября месяца группа компаний Skyway ввела этот инструмент, и вы знаете, он показал свою эффективность сегодня, наверное, более 90% инвестиций, приходящих на проект, это по пакетам акций, которые люди приобретают в рассрочку. То есть человек может инвестировать ежемесячно либо 25, либо 50, либо 100, либо 200 долларов в США на протяжении 8, либо 10, в зависимости от пакета, и на выходе получить серьезный пакет далее компании. Мало того, у нас есть еще здесь дополнительные условия, с которыми можно ознакомиться, например, зайти в личный кабинет, нажать там подробнее. Это если вы делаете двойной платеж, то есть положенный платеж за месяц, и потом вы делаете в течение 24 часов, не позднее второй платеж. Вам дополнительно будет начислено от 9 до 144 акций, тысячи акций, которые вы видите в верхней линейке данных пакетов. Далее у нас есть пакеты акций далее компании, которые вы можете приобретать в рассрочку, но номиналом уже 500, 1000, 2500 и 5000 долларов в месяц. Опять же, они в первую очередь были сделаны по просьбе инвесторов, проживающих на территории развитых стран. У них тоже очень серьезный уровень доходности, это от 270 раз диском до 325 раз. Есть пакеты долей компании в рассрочку, которые вы можете оформить на своих детей несовершеннолетних. Это пакет малыш, в составе которого 100 акций и еще 35 штук. Если вы делаете здесь двойной платеж, то скажем так, на вашего ребенка, на которого вы оформили данный пакет, при условии, что вы выплатили полностью рассрочку, выплатили вовремя, добавится еще 30 тысяч акций. А вам, как добросовестным платежчикам, на ваш премиальный счет в личном кабинете добавится 5 тысяч акций. На пакете 100 дивидендов все это немногим будет получать. 85 тысяч акций дополнительных, если вы делаете двойной платежи, Донстант 40 с половиной тысячи максимум, которые вы видите на экране. И 10 тысяч акций на премиальный счет вам, если вы являетесь добросовестным платежчиком. Далее, какая у нас еще есть возможность? Партнерская программа, я вам говорил, то есть вы можете получать прибыль от дорог, которые будут построены в будущем, в виде дивидендов. А сегодня вы можете, благодаря тому, что информируете свое окружение о возможностях предлагаемых компаний Skyway Capital зарабатывать еще по партнерской программе. То есть создать свой собственный бизнес, бизнес, который может вам приносить каждый месяц до нескольких десятков тысяч долларов. У нас есть разные люди, разные инвесторы. Большое количество тех удовольствуются каким-либо доходом, рекомендуя иногда данную возможность. Есть люди, которые каждый день рекомендуют данную возможность и получают серьезный уровень дохода. Преимущества партнерской программы у нас немногим более, чем вы видите на данном слайде. Не немногим, а многим более. Подробно о партнерской программе мы говорим на вебинарах по вторникам и пятникам. Завтра в 13 часов будет такой вебинар. Основные преимущества, то, что я вам говорю, помните, что с 15 долларов США вы можете построить и крупный бизнес, и стать крупным инвестором. И увеличивать, скажем так, пакеты долей компании в нашем проекте, благодаря тому, что у нас есть акционный счет подарочных компаний. Это, вы видите, здесь шестое преимущество. То есть у нас есть бонусный счет, с которого вы можете деньги выводить и вы покупать выгодные пакеты. Либо акционный счет, на который начисляется сегодня половина положенных денег по партнерской программе. И вы эти деньги можете реализовывать только на приобретение пакетов акций нашей компании. Вас никто не может ограничить в количестве людей, которые вы можете рассказать и пригласить в этот бизнес. У нас достаточно высокий процент выплат, то есть до 20% от суммы привлекают инвестиции вы можете получать, и большая глубина этих выплат, до 24 уровня глубины вашей структуры. И вас никто не заставляет делать какие-то жесткие обязательные объемы ежемесячные, подтверждать хотя бы раз в год свою квалификацию. По сути, делаем неуклонный рост по карьерной лестнице, у нас там 6 квалификаций. У вас никто не отнимет того, что вы проделали. Правда, лишнее, конечно, тоже никто не заплатит. Партнерская программа проста, выгодна, интересна. Кому интересно, завтра мы об этом будем говорить. Для тех людей, кто активно развивает бизнес в партнерской программе, внутри личного кабинета есть инструменты партнера. Это плановое награждение, его описание, скажем так, слайды плановое награждение, которые вы можете скачать и рассказывать своему окружению. Это реферальные ссылки, которые являются первым вашим инструментом. Ссылки на наши информационные ресурсы, где люди могут подробнее ознакомиться, потом нажать кнопку регистрации, стать вашим реферальным партнером. Либо непосредственно ссылки на регистрацию. Баннеры для тех людей, которые имеют свои интернет-страницы в виде сайтов, блогов. Они эти баннеры, у нас уже более 60 штук, могут выставить разного размера, разного формата на свою интернет-страницу. И этот баннер может привлекать в течение 24 часов потенциальных клиентов, которые могут становиться реальными клиентами и вашими партнерами. Раздел новостей внутреннического кабинета, который тоже является инструментом, потому что возле каждой новости есть кнопка соцсетей. Этой новостью можно поделиться в соцсетях. С этой новостью прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть, таким образом, из списка ваших друзей, из списка людей, находящихся в группе, где находитесь вы, могут появляться ваши потенциальные партнеры, и вы можете получать доход. К инструментам у нас относятся вебинары, презентации компании Skyway Capital, вебинары по партнерской программе, целая череда обучающих мероприятий, которые у нас каждый день проходят в вебинарной комнате, расписание которых вы можете найти в разделе событий в личном кабинете. И также к инструментам у нас относятся различные промоакции и живые мероприятия, проходящие в целом ряде городов и стран. Найти это все очень просто. В разделе событий, расписание вебинаров у нас в личном кабинете есть и живые презентации, где и когда проходят, и вебинары. Было бы ваше желание учиться, вникать в информацию, доносить информацию своему окружению и приглашать своих потенциальных партнеров на подобные события. Как я вам говорил, у нас 24 часа в сутки работает техподдержка на сайте в личном кабинете. Вы можете зайти, кликнуть по окошку, написать свой вопрос, ну и, скажем так, получить свой ответ. Потому что большинство ответов простых техподдержка вам ответит. Если что-то, какая-то ситуация сложилась ложная и так далее, то будет оформлена заявка, с этой информацией разберутся и дадут вам узнать и решат этот подмет в положительную сторону. По сути, то, что я вам сказал, действительно сегодня это отличная возможность каждого человека принять участие в крупном инвестиционном, инновационном проекте. То есть, вложить свои физические, скажем так, кондиции, силы, духовные силы, моральные, проинвестировать в наш проект. То есть, получить моральное удовлетворение и финансовое удовлетворение от того, чтобы вы приняли участие в проекте, который круто может изменить жизнь человечества. Как я вам говорил, может появиться огромное количество новых специальностей. Те страны, которые будут использовать данную технологию на своей территории, средний уровень жизни людей у этих стран значительно вырастет. Ну и для людей будет представлена возможность быстро и недорого путешествовать по всему земному шару. На данном слайде данные, по которым вы можете нас найти в Москве. То есть, улица Щепок, 22, недалеко от метро Павелевская либо метро Серпуховская. Буквально там 5-7 минут ходьбы. И наши телефоны. Если вы принете решение посетить наш офис, единственная просьба позвонить по данному телефону, сказать, кто вы. Вас потом выйдет, когда вы придете к нам, третий менеджер, да, дадут информацию, покажут наш офис. Ну, главное, чтобы это не занимало полдня. То есть, 15-20 минут вам выделить смогут. У меня на этом все. Сегодня наверняка еще после меня будет мероприятие, которое будет проводить Владимир Масков, минут через 8 уже, да. Интересная информация, касающаяся там и адресных проектов, и юридических вопросов, взаимодействия с нашей компанией. Поэтому, если вы хотите в этом разобраться, вместите быть более, скажем, в этом направлении рекомендую вам его вебинар посетить. То есть, налить себе чай, кофе, может быть, даже сделать бетерброд, а лучше взять ручку и записать то, что говорит Владимир. У меня на этом все. Спасибо вам за то, что были сегодня на вебинаре. Здоровья вам, любви и денег. Завтра, я сказал, в 13 часов будет вебинар по партнерской программе. Приглашайте тех партнеров, которые в партнерской программе еще немного не разобрались, с которым, может быть, это интересно. С удовольствием поговорим завтра об этом. Вам же хорошего вечера и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok